Немножко рассказать, откуда здесь, собственно, другие числа появляются, которые не двоично-рациональные. Но вообще какие-то не двоично-рациональные можно сделать даже вот здесь, рассмотрев представление в виде бесконечно-двоичной дроби. Это вы знаете, что такое? Это как десятичная дробь, только двоичная. То есть как, например, одну треть получить. А одну треть в виде конечного стебля нельзя получить никак. Ведь конечного стебля только двоичной рациональности появляется. Но вообще что такое? Знаете, что такое одна треть? Одна треть – это такой ряд. Одна вторая плюс одна четверть, минус одна восьмая, плюс одна шестнадцатая и так далее. Да, они знают. Вы знаете, что это? Да, да, знают. Это как раз знают. Те, кто закончили девятый класс, знают. Кто не закончил, тот по программе не должен знать. А уж знает или нет, это… Да. Ну, я встал, что это проще всего… Ну, это, конечно, не георгическая прогрессия, да, но можно вот так вот это понять. Знаешь, что если посмотреть одна вторая единица, да, то… Сейчас, ты, знаешь, это две трети написал, да? А одна треть – это… Ну, давайте, давайте две трети. Так, значит, две трети будет вот здесь, сюда. Это одна треть отрезка от второй единицы. Значит, дальше, если мы прибавили одну четверть, то мы, когда перескочили вот сюда, вот это одна вторая плюс одна четверть. И получается, что вот эти две трети, они вот этот маленький отрезок тоже в отношении двух к девят. Вот. То есть вот эта картинка подобна исходной. Когда мы еще два слова добавим, то вы еще раз так сделаете, и в итоге будет ровно как раз две трети. Вот. Ну, а тогда, соответственно, можно вот по этому же правилу, да, по этому же правилу… Значит, по этому же правилу написать, что здесь будет синяя, потом красная, одна вторая, потом, соответственно, синяя – это плюс одна четверть, красная – минус одна восьмая, синяя – плюс одна шестнадцатая, красная и так далее. В общем, такой бесконечный стебель, уходящий наверх, это будет одна третья. Хорошо. А что будет, если у нас тоже бесконечная стебель, но из-за одних синих, да, из-за одних синих бревен бесконечный стебель? Да, что это вообще означает, что он уходит бесконечность с точки зрения игры? Да, вот. Ну, это означает, что можно его на любом угне обрезать, и все, что выше, пропадет сразу. Да, то есть, хоть стебель бесконечный, но игра конечная. Да, как только вы его один раз в пункт углу не обрезаете, все, соответственно, дальше уже конечное число ходов. Но это бесконечно заранее не фиксировано. Да, то есть, может быть, конечное число ходов, но неизвестно заранее как. Да, наиболее. Соответственно, вот здесь вы, как бы, можете обрезать, получить что-то меньше 1 и 3, можете, да, то есть, если синий обрезает, он получает что-то меньше 1 и 3, ну, да. Он всё время вот... вот меньше 2-3, да, он всё время получает, да, одну и вторую, да. Если вопрос здесь, то он получит такую вторую, если он обреже здесь, то он получит... вот это вот, да, опять восьмых. Если он обрежет здесь, то получит сколько там, 32-х и так далее. А красный наоборот, красный может получить один, может получить три четверти, может получить сколько надо, 16-х и так далее. То есть синий прибежает снизу, а красный прибежает сверху. А здесь красный вообще ничего не может сделать, а здесь красных ребер нет. А вот синий может обрезать на любом уровне. То есть получается, что синий может себе любое преимущество создать, какое заранее пожелает. Ну и тут уже нельзя какое-нибудь одно число написать. То есть получается, что синий может сделать все, что угодно, а красный не может сделать ничего. Но это какая-то бесконечность для бесконечных преимуществ. Вот это называется омега. Это вот первое сюрреальное число, которое никакому обычному не соответствует. Хорошо, а как вы думаете, чему равняется омега плюс минус омега? Что такое омега плюс минус омега? С точки зрения Хакенбуша. Это означает, что есть такие два бесконечных ствола. Один синий бесконечный ствол, другой красный бесконечный ствол. Тогда кто там выигрывает? Второй. Ну конечно, это равняется нулю, а как он выигрывает? Первый где-то свой ствол обрезает. А второй, ну да, может повторить. Может повторить, а может немножко выше еще обрезать. Да, и так получить преимущество. Вот это действительно равняется нулю. Ну а дальше можно еще на самом деле рассмотреть вот такую вещь. Пусть будет слева ноль, а справа, значит справа будет один, одна вторая, значит этот, одна восьмая и так далее. Кто здесь выигрывает? Здесь выигрываем всегда левый. Почему? Значит если левый ходит первым, то он оставляет ноль, а правый не отходил. А если правый ходит первым, то он что-то, какое-то положительное число выбирает и дает его, соответственно, левому. Надо в любом случае здесь выигрывать левый, так что это больше нуля. С другой стороны, это будет меньше единицы, меньше чем одна вторая, меньше чем одна четверть и так далее. И вообще меньше любого эфса. Почему? Ну потому что если здесь будет написано еще там минус одна двадцать шестая, то если левый ходит первым, то он может быть только, ну вот здесь выберет ноль и там будет минус одна двадцать пятьдесят шестая. Ну либо он в этой минус одной двадцать шестой может вообще куда-то сходить, он в любом случае правый ответит вот здесь вот одно и там тысяча двадцать четверых. И сумма будет меньше нуля. Поэтому это будет меньше всех эпизодов, которые больше нуля. Получается, что вот это вот омега это бесконечно большое число, а вот это вот это бесконечно малое число. Бесконечно малое число. Ну и оно, про умножение мы здесь вообще не говорили. Вообще-то оно будет равняться один на омега в том смысле, что если еще раз принять умножение и умножить омега на вот это вот, то будет единица. Умножение это когда нужно сделать одновременно ход и там на обеих досках или нет? Нет. А, то есть это тяжелее? Это тяжелее, чем когда делаешь, ну... Ну это ты... Сейчас, я что-то даже не помню. Нет, там еще сложнее делается. Ну то есть нужно, чтобы умножение согласовывалось со сложением, в том смысле, чтобы x плюс x равнялся 2 умножить на x. Вот такие вот всякие вещи должны быть. Вот, и поэтому там, чтобы более сложно делаться. Ну вот, соответственно, получается, что на самом деле, кроме вот этих вот всех, кроме вот этих вот всех конечных дней рождений, еще есть бесконечные дни рождения, да, где в первых конечных дней рождения, получается все вот эти вот омега, один день на омега, а также все нетлоичные рациональности и все иерациональности. Все получаются, вот, а дальше их можно снова друг к другу прибавлять. А, и вообще, это еще получается... То есть в этот день омега еще появляются все, там, один плюс вот эта штука, два плюс эта штука и так далее. Вот, а дальше вся эта физика расширяется. Кроме омеги, там получается омега в квадрате, омега в кубе, омега в степени омега, а также омега пополам, да, омега деление на десять, корень из омега, корень какой-то степени из омега, ну и так далее, да. В общем, тут вот это вот, то есть тут сколько вы не изучите все равно, а еще будет оставаться бесконечная сложность, бесконечно простирающаяся сложность, и все получается вот таким вот правилом. Вот это вот все реальные числа, а также можно изучать игры, да, игры мы уже немножко изучили, но идея в том, что здесь всегда для числа получается, что здесь любое число слева меньше, чем любое число справа, а в играх уже все как угодно может быть, и там появляются тоже определенные значения, если идет омега. Есть вопросы какие-нибудь? Да. Как считать деревья? Как считать деревья? Общие правила вот так перебирать варианты. Там тоже есть некоторые закономерности, которые наблюдаются. Но, например, если у вас на конце разветвление с одинаковым цветом, то это не важно. Разветвление на конце – то же самое, что цепочка на конце. То есть, как бы такая кисточка одноцветная и цепочка одноцветная – это одно и тоже. А в общем случае там есть некоторые закономерности, где-то можно вот просто экспериментировать, творить, что получится, искать закономерности и потом ее доказывать.